4 ноября 2023 года, уже ночью, Алекс спит, я доделываю работу и сейчас буду ставить хлеб печь. Самое главное сообщение, которое может быть на сегодня, это не какие-то праздничные сборы, совместные поделки, или что-то, как это сегодня было, концерты, а то, что сегодня никто не погиб и никто не ранен. Это, наверное, самое-самое большое, что может быть самое радостное. С праздником православные! Сегодня много было событий, связанных с Казанской иконой Божьей Матерью. Дай Бог, все будет хорошо. А вот с понедельника во многих школах уже как бы официально очное разрешено. То есть уже не то, что там где-то обязательное. Вот в нашей музыкальной школе тоже родители уже могут писать заявление и дети могут заниматься. Ну, поглядим, как оно дальше будет, дай Бог, чтобы все было тихо и хорошо. Но сегодня все-таки прилет был. Это Кировский район. Ну, как вы понимаете, обошлось без трагических последствий. Но теперь у человека в доме зияет дыра на кухне и в зале. Мы сегодня с Алексом практически никуда не выходили. Так вышли, погуляли немножко. В основном доделываем работы, которые он не успел доделать на каникулах, так называемых, и упор на музыку, на постановку рук. Потому что долгое время не занимались постановкой рук. Теперь надо все это вернуть. А, да, к сожалению, мы остались без поездки в реабитационный центр. Ну, зато у меня теперь есть возможность помыть окна в квартире. И подтянуть Алекса, где он еще отстает. Меня спрашивали, как там Алекс. Ну, медленнее идет. Медленнее идет. Алекс весь ушел в игру. Сейчас тревожность повысилась, он еще начал ноготи грызть. Он очень переживает. Ну, посмотрим. Ничего, тревожность я эту достану. Не знаю, что именно спровоцировала, но посмотрим. У меня греется духовочка. А я жду почти час ночи. Хлебушек. Пробовала новый рецепт. Это хлеб из цельнозерновой муки пшеничной, дрожжевой. Но он с добавлением сухого молока. Сухое молоко у нас растительное, кукурузное. По рецепту там нужно было добавлять мед, но я не добавляла, потому что само по себе это сухое молоко довольно сладкое. Ну, а там, в принципе, мука, соль, дрожжи, оливковое масло и сухое молоко. Должны получиться мягкие булочки. Такие, как Алекс любит. Поглядим. У Алекса теперь новое домашнее прозвище – булка. Потому что булки, булки, булки. Он очень любит хлеб. Приходится тормозить, конечно. Потому что, ну, маленькую буханочку он за день слопает и не заметит. Будем стараться как-то варьировать. Ну, я и так стараюсь поменьше покупать. Ну, иногда попадаются там печеньки, ну, там всякие бублички, которые более-менее с нормальным составом, но там мука высшего сорта. Я стараюсь такое убирать. Каши он не любит. Те, которые там долго варятся. Ну, я покупаю там хлопья, например. Ну, которые, по идее, нужно варить, но заливает кипятком и нормально ест. Вот. Вот так. Ну, и, конечно, еще тоже у него особая любовь к фасоли консервированной. Особенно фасоль в томате. Я стараюсь поменьше консервов давать. Сами фасоль варить долго, но у нас еще есть возможность покупать домашнюю фасоль, ну, и сою, которую делают у нас люди сами в автоклаве без добавления соли. Ну, и она в стеклянных банках. То есть, как бы, разница есть. То ли в жестянке, то ли в стеклянной банке. Так. У меня уже нагрелась моя духовочка. Ну, поехали. Поставлю на 25 минут и пойду работать. У меня еще работы много. Вот. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok